И сегодня в Черкесске отметили 105-ю годовщину с начала репрессии казачества. Траурный митинг прошел возле Покровской церкви города Черкеска. Он собрал представителей власти, казачества, православного и мусульманского духовенства, а также делегацию казаков из Краснодарского края во главе с заместителем атамана Кубанского казачьего войска Максимом Меданниковым. Подробности у Алибаташева. Вечная память. Отец Александр Нартов совершил заупокойную молитву по расстрелянным, а также погибшим от голода и в ссылках в годы репрессий казаках. Гвоздики в руках и венки с цветами – дань памяти всем невиноубиенным в это тяжелое для страны время. 24 января 1919 года была принята директива о расказачивании, определившая политику власти по отношению к казакам. Сословию, которое на протяжении нескольких столетий укрепляло воинскую славу Отечества, говорили на траурном митинге. В этот период были уничтожены экономическая база и произведено принудительное выселение казаков из мест традиционного проживания, что привело к гибели тысяч людей, в том числе безвинных детей, женщин, стариков, частичной утрате исконно казачьих обычаев и традиций, основ православия. Депортация, концлагеря и расстрелы должны были привести казачьи к полному его уничтожению. К счастью, это не произошло. Казакам удалось сохранить свое самосознание, культурно-человеческую уникальность и самобытность. Уважаемые братья и сестры, дорогие братья казаки, у нас с вами общая судьба, общая боль и общая радость. Даже сейчас очень тяжело вспоминать рассказы старшего поколения о тех, кто попал под репрессии из-за принадлежности к казачьему сословию, говорит казак из Джигуты Михаил Крамаренков. У деда, короче, он свою семью похоронил, потому что пришли, все забрали, что могли, и они остались голодными. Из голоду померли, короче. Он свою семью всю похоронил. Не только семью, своих родственников хоронил. Ну, короче, не хоронил, а закапал просто в саду и все. Мы помним наши трагические страницы истории, так же, как и наши победы. Сегодня, как и сотни лет назад, казачество всегда на передовой. Сегодня наши братья-казаки выполняют поставленную задачу президентом. Более 7 тысяч казаков уже выполнили свой долг и сейчас находятся на передовой. Более 800 человек наших братьев-казаков Кубанского казачьего войска представлены и награждены государственными наградами. Казачьему роду нет переводу. Новое поколение казаков чтит традиции предков, сохраняет память об их подвигах и старается передать это знание следующим поколениям. По традиции, траурный митинг завершился возложением венков и цветов к поклонному кресту и мемориальной доске, установленной в память о невиновиенных батталпашинцах-казаках на территории Покровской церкви Черкеска. Али Баташев, Миха Каракелян. Вести Карачаева, Черкесия.